В беседе о должнике задает нам такой вопрос с вами За что мы отдадим отчет Господу? И сам же отвечает на него Апостол говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христов 2 Коринфянам 5 глава 10 стих И отдать отчет Если ты богат, то отдашь отчет На блудницы стратил ты деньги или на бедных На тунеядцев и льстецов или на нуждающихся На распутство или на человеколюбие На удовольствие, лакомство и пьянство или на вспоможение несчастным И не в одной только трате потребуют у тебя отчета Но и в приобретении имущества праведными ли трудами Собрал ты его или хищением, или хаимством Получил ли родительское наследство Или разорившие дома сирот И расхитившие имущество удавиц Как мы у своих Присных требуем отчета Не только в расходе денег Но и в приходе Допрашивая откуда и от кого и как И сколько получили денег они Так и Бог требует от нас отчета Не только в употреблении, но и в приобретении И не богач только, но и бедный даст отчет в бедности Благодушно ли, с благодарностью ли перенес бедность Не впал ли в уныние Не досадовал ли, не возроптал ли на божий промысел Видя другого в роскоши и удовольствии А себя в нужде Как у богача потребуют отчета В милостыне, так у бедного в терпении Или лучше не в терпении только Но и в самой милостыне Свидетель вдовица, положившая две лепты И этим малым вкладом превзошедшая тех Которые положили по многу И не богатые только, да бедные Но и начальники, и судьи Истезаны будут с великою строгостью Не извратили ли они правду Не произносили ли приговора над подсудимыми По пристрастию или по ненависти Не дали ли, уступив лесте Неправедного решения Или по злопамятству Не сделали зла безвинным Да и не гражданские только начальники Но и предстоятели церкви Дадут отчет в своем начальстве И особенно эти подвергнутся Гораздо более строгим и тяжким взысканием Ибо тот, кому верено служение словом Даст там строгий отчет Не опустил ли по лемности Или по злорадству Чего-либо такого, чтобы сказать надлежало И доказал ли на деле, что Изъяснял он все И не скрыл ничего полезного Опять, получивший епископство Ни сколько высшую взошел он степень Сколько на строжайший даст и отчет Не только в учении и предстательстве за бедных Но и в испытании рукополагаемых И в бесчисленном множестве других дел На это указывая апостол Павел Писал Тимофею Рук ни на кого не возлагай поспешно И не делай себя участником в чужих грехах 1 Тимофея 5 глава 22 стих И давая наставления евреям Касательно их начальников Устрашал другим образом Повинуйтесь, говорит, наставникам вашим И будьте покорны Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших Как обязаны дать отчет Евреям 13 глава 17 стих Но не в одних делах, но и в словах Дадим отчет Так Бог верил нам слово Взыщет за его употребление Так мы, естественно, будем И строги дадим отчет В том, не бессмысленно ли И не попусту ли тратили слова свои Ибо не только вредна пустая трата денег Сколько бессмысленное, суетное И напрасное употребление слов Напрасная трата денег Делает иногда ущерб имеению А слово, произнесенное без рассуждения Разоряет целые дома Губит и разрушает души Ущерб имения можно опять поправить А слово, раз вылетевшее Возвратить назад нельзя А что мы дадим отчет и в словах Послушай, что говорит Христос Говорю же вам Что за всякое праздное слово Какое скажут люди Дадут они ответ в день суда Ибо от слов своих оправдаешься И от слов своих осудишься Матфея 12 глава 36-37 стихи И не только в одних словах дадим отчет Но и в слушании от других Например, не внимал ли ты ложному обвинению Ближнего, ибо сказано Не внимай пустому слуху Исход 23 глава 1 стих Или же приемлющий пустой слух Не получает извинения Но какое оправдание будут иметь те Которые клевещут и злословят И что говорю о словах и о слухе Когда мы подлежим взысканию даже за помыслы А всем свидетельствует Павел Не судите никак прежде временем Пока не придет Господь Который и осветит скрытое во мраке И обнаружит сердечные намерения 1 Коринфянам 4 глава 5 стих И Давид говорит Яко помышление человеческое Исповести тебе Псалом 75-11 Что такое помышление человеческое Исповести тебе То есть не коварно ли и злонамеренно говорил ты с братом Не хвалил ли его устами и языком А в сердце пожелал зла и позавидовал ему На это же самое указывая То есть что мы подвергнемся суду Не за одни дела но и за помыслы Христос сказал Всякий кто смотрит на женщину с вожделением Уже прелюбодействовал с ней в сердце своем Матфея 5 глава 28 стих Хотя грех не вышел еще в дело Остается пока в сердце Но и при этом не может остаться без вины Кто смотрит на красоту женскую Для того чтобы Вожжать похоть блудную Итак подумай Каково тогда будет судилище Припомни себе Все грехи твои Хотя сам ты и забудешь Твои преступления Но Бог никогда не забудет И представит все грехи Пред глазами нашими Если только мы Не предупредим загладить их Теперь покаянием Исповеданием И тем что никогда не будем Злопамятствовать На ближнего своего Господу нашему славу Во веки веков Аминь